Как намаливать беспешность на дороге? 10-годовая выхованка детяжного лагера «Ровесник» Вероника Хатынюк ведает добро. Потребный колер зеленый. Гэтому с детинства научили батьки. Рассказывали о правилах движения, как переходить дорогу. Всегда, когда я ходила, допустим, в магазин, они всегда говорили «смотри по сторонам». А вот команда 17-годовая Анжелика Ярошук своим малюнкам притягнула увагу до тех, кто с правилами дорожного руху не знаемы. Однако про безопасность четырех лапых пешеходов водителя не повинны забывать. Животные могут выйти. Это очень важно обратить на это внимание. Вот здесь мы нарисовали знак, предупреждающий о том, что здесь встречаются дикие животные. Иншие знаки дорожного руху и правила безопасности дети узгадали разом с упроцовниками ДАИ, якими бывают пешеходные переходы, як правильно обойти автобус, из якого боку треба выходить за автомобиля. На это опытание 44 выхованцы детячих лагеря ровесник в возрасте от 6 до 17-ти годов отказали с легкостью. Мы сами в начале смены провели тоже сразу мероприятие по правилам дорожного движения. Вы, наверное, заметили, что наши детки как будто бы подготовлены. И мы каждый год просим, чтобы у нас были такие встречи. С начала этого года, 2019-го, у нас не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних. Это все происходит благодаря тому, что сотрудники государственной автомобильной инспекции проводят совместные акции. Однако добрые покажки Маларайского района вельми одрозниваются от кулькости здоровья на дороге за делом неполнолитных по всей области. С начала лета в регионе отбылись 42 ДТЗ, у которых 39 детей отримали ранения и 8 загинули. Это на три смертных выпадки больше, чем у аналогичный период минулого года. Это очень страшное ДТП, которое произошло в Белоязерском районе, там, где получается, в 7-местный автомобиль под управлением взрослого человека было посажено 10 пассажиров, трое из которых было детей. Какое можно вести профилактику, когда в автомобиле, находясь состоянии алкогольного опьянения, находятся и сами взрослые, и дети. Еще одно ДТЗ отбылось и на этом неделе. В Барановичах грузовый автомобиль на вачах у мати сбил 13-летнюю девушку, которая от отриманных травм загинула. Тому и во всех лагерах Брестской области пройдут профилактические акции в рамках комплексной программы «Беспечное лето». В дело их принимают и простовники Департамента Аховы. Как отшукать детскую мать, выключено по паху продемонстрировала службовая собака Альма. А сирот-выхованцам лагер – ровесник. Не только ты, а кто доброведая правила дорожных оруху, а и будучи супрационниками милиции. Хотел в милицию, потому что мой папа милиционер, и моя дедушка был милиционером. Автомобиль «Вольво» прижмитесь к обочине. Владислав Бундер, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».